Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию прямых эфиров с представителями институтов Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас на очереди институт социально-философской наук и массовых коммуникаций. С вашего позволения я представлю те, кто сегодня ответит на ваши вопросы. Директор институт социально-философской науком массовой коммуникации Михаил Дмитриевич Щелкунов. Михаил Дмитриевич, доброго дня. Заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна Снарская, Екатерина Валерьевна. И декан Высшей школы журналистической streamlined и коммуникации Леяна Григорьевича Толченский. Игорь Григорьевич, вам тоже доброго дня. Уважаемые абитуриенты и их родители, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в нашей официальной группе во ВКонтакте Казанского федерального университета. Ну что ж, господа, предлагаю перейти к вопросам, которые у нас уже заготовлены. Не первый раз мы с вами уже встречаемся в рамках этой программы, в рамках этих прямых эфиров. И первый вопрос у нас следующий. Когда стартует приемная кампания? Приемная кампания традиционно стартует 20 июня. В этом году немного будут сдвинуты сроки по возможности подачи заявлений и оригиналов документов для граждан как Российской Федерации, так и граждан иностранных государств. Буквально на неделю. Вся актуальная информация на сегодняшний день уже размещена на сайте Казанского федерального университета в разделе абитуриентов. Вы, безусловно, можете с ней ознакомиться. Но в любом случае подача документов 20 июня это наш дедлайн. Будет ли пересматриваться в этом году количество бюджетных мест и стоимость обучения для тех, кто учится на коммерции? Здесь, я насколько понимаю вопрос, речь идет все-таки о наборе этого года, 22-го года. Количество бюджетных мест и их распределение по направлениям подготовки уже утверждено и к пересмотру мы не планируем. План приема размещен, опять же, на сайте университета. В разделе абитуриентов вы можете ознакомиться с планом приема. Что касается стоимости обучения, то в этом году, согласно постановлению Министерства науки высшего образования, стоимость обучения будет сохранена даже без увеличения на процент инфляции по прошлому году. То есть, в принципе, несмотря на то, что приказа о стоимости образовательных услуг набора 22-го года пока нет, он будет подписан ректором перед началом приемной кампании. Но в любом случае вы уже можете ознакомиться со стоимостью обучения, которая была в прошлом году. Опять же, в архиве приемной комиссии Казанского университета вы можете этот приказ посмотреть и ориентироваться на эту стоимость. На какое направление у вас самый большой конкурс? Самый большой конкурс, если говорить, ну, мы всегда разделяем все-таки, да, есть конкурс на бюджетные места и есть конкурс на контрактные места. И традиционно, чем большее количество бюджетных мест выделено на какое-то направление подготовки, тем чуть меньше конкурс на это направление. Да, соответственно, самые высокорейтинговые действительно направления подготовки это традиционно направление в первую очередь высшей школы журналистики нашей. Речь идет о направлении рекламы связи с общественностью, медиа, коммуникации, телевидение и журналистика. Безусловно, в том числе это связано из-за небольшого количества бюджетных мест, которые выделяются традиционно на эти направления. Но, прошу заметить, не каждый год нам так счастливится, что на каждое из этих направлений хотя бы небольшое количество мест выделяется. В наборе 2022 года каждое из этих направлений обеспечено хоть небольшим, но тем не менее количеством бюджетных мест это очень радует. Речь идет, безусловно, о очной форме обучения. По заочной форме обучения здесь также у нас в институте реализуется направление бакалавриата, и в 2022 году мы планируем набирать на направление журналистика. И заочная форма обучения, она традиционно более обеспечена бюджетными местами, чем очная форма. То есть обратите внимание на заочную форму по направлению журналистику. В этом году, например, у нас выделено 50 бюджетных мест, и это очень здорово. Наверное, так. Ну, здесь что хорошо, то, что расшифровали этот вопрос, то, что с учетом бюджетных мест и контрактных. А если проще говорить, куда больше всего идет людей? Больше всего, конечно, идет людей на практикоориентированные в первую очередь направления подготовки. Если приблизительно рейтинг выстроить по направлениям нашего института, то первая тройка, безусловно, это будет реклама связи с общественностью, телевидение, ну, наверное, медиакоммуникация. В числе очень популярных направлений также, безусловно, сохраняется традиционная журналистика, социология и политология. Это вот самые-самые такие высокорейтинговые направления подготовки. Да, конфликтология. Другое дело, что на конфликтологии традиционно тоже нет бюджетных мест, и мы не набираем более одной академической группы, как правило, на это направление. Но в целом, если мы будем судить о сумме баллов по ЕГЭ, по рейтингу баллов, то, конечно, туда поступает тоже с высокими баллами, ребята. Поехали дальше. Следующий вопрос. Будет ли в этом году возможность сдавать экзамены онлайн? Проводите ли вы консультации перед экзаменами? Вот два вопроса в одном получается. Да, традиционно уже в этом году это будет третий год, когда для абитуриентов мы предлагаем смешанную форму для сдачи вступительных экзаменов. И в этом году мы точно так же планируем как очное проведение вступительных экзаменов и, соответственно, очное проведение консультаций, и дистанционное. То есть для ребят, которые находятся не на территории Казани или Республики Татарсан, вы будете иметь возможность как присутствовать на консультации. Консультации традиционно у нас проводятся в режиме зум-конференции, так и, соответственно, сдать сам вступительный экзамен непосредственно дистанционно. На какой платформе и в каком виде будут проводиться эти вступительные испытания, зависит конкретно от направления подготовки. График вступительных будет опубликован на сайте приемной комиссии, пожалуйста, отслеживайте. Если вступительное предусматривает устный экзамен, то, как правило, он проводится у нас на платформе Microsoft Teams. Если же это письменный экзамен либо тест, тестирование для абитуриентов, то, как правило, мы проводим его на нашей внутренней платформе, на которую вы сможете зарегистрироваться и, пройдя систему прокторинга, то есть идентификацию личности, сможете пройти вступительное испытание. Я думаю, здесь еще стоит добавить как раз-таки к следующему вопросу. Говоря о консультациях перед экзаменами, многие спрашивают, ну, лично по своему опыту, например, абитуриенты спрашивают, а что на этих консультациях дают? На этих консультациях мы традиционно проводим, во-первых, это организационное мероприятие, в рамках которого рассматриваются два ключевых вопроса. Первый вопрос – это непосредственно процедура сдачи вступительного экзамена. Мы рассказываем о том, из чего состоит этот экзамен, каким образом абитуриенты могут его сдать, то есть если это дистанционный формат, то как подключиться, какие документы необходимо при себе иметь, как зайти на ту или иную платформу, как получить логин и пароли, что делать в случае технических проблем. Для тех ребят, которые сдают в очном формате, соответственно, мы рассказываем, куда подойти, какие документы нужны, сколько будет длиться экзамен, как проводится оценка этого экзамена, когда вы и где сможете увидеть результаты этого вступительного экзамена. То есть это касается организационного момента. И вторая часть, которая, безусловно, тоже рассматривается в рамках консультации перед экзаменом, это, собственно, содержание. То есть где посмотреть программу вступительного испытания, примерно какие вопросы будут присутствовать на вступительном испытании, какая литература необходима для того, чтобы подготовиться к вступительному. То есть это уже содержательный момент, который мы точно так же рассматриваем на консультации. И в случае, если содержательные вопросы у абитуриентов имеются, безусловно, председатель комиссии, который проводит консультации, он на них отвечает. Хорошо. Вот переходим к пятому у нас вопросу. Как проходят творческие экзамены в вашем институте, где найти информацию о них? Творческие. Леонид Григорьевич может ответить на этот вопрос. Собственно, вы сейчас все сказали. То есть вся информация, она находится на соответствующих страницах и разделах на портале КФУ. Подготовиться и узнать о них, об этих творческих испытаниях можно в рамках А. Дня открытых дверей, которые институт регулярно проводит в ближайшие, по-моему, 20... 26 марта. 26 марта. И там можно все детали уточнить. Плюс проводятся краткосрочные подготовительные курсы, как правило, потому что речь идет о направлении подготовки журналистика. Только там сейчас творческие дополнительные экзамены существуют. И организуются за несколько недель до творческих испытаний соответствующие курсы. Надо следить за информацией, надо следить за всеми объявлениями, сообщениями, подробно все, включая даже конкретные вопросы, вероятные ответы. Все это в открытой сети на портале есть. Добавляю, если позволю, вспоминая свой творческий экзамен в 2013 году. Бояться его ни в коем случае не стоит. Это, наоборот, даже интересно оказалось, когда тебя заставляют креативно мыслить, писать интервью с тем человеком, с которым ты хотел. Да, это во многом действительно, вот успех этого экзамена находится в руках студентов, абитуриентов еще в этот момент, потому что многое зависит от той креативности, которую он продемонстрирует. Может быть, у него не очень большой багаж, что называется, портфолио за спиной при себе, но если он достаточно креативен, то я не думаю, что... Почему бы не поработать с этим абитуриентом будущим? Да, это крайне интересно. Можно добавить в это связи, значит, в этом году произошли существенные изменения вот в вопросах сдачи вступительных испытаний, которые не касаются журналистики творческого экзамена, а касаются выпускников средних профессиональных заведений. Вот, я думаю, уместно, Катерина Валерьевна, пару слов об этом сказать. Ну да, здесь дело в том, что мы в первую очередь говорим сейчас о бакалавриате. Традиционно граждане Российской Федерации у нас сдавали для поступления в ВУЗ экзамены в форме ЕГЭ. При этом до нынешнего года все выпускники среднепрофессиональных учебных заведений имели возможность выбора. Они могли сдавать как ЕГЭ по профильным предметам, так и внутренние вступительные испытания внутри университета. В этом году произошли небольшие изменения, и внутренние вступительные испытания для выпускников среднепрофессиональных учебных заведений они смогут сдавать исключительно, если оканчивают профильные колледжи, техникумы и так далее. То есть, условно, если вы заканчиваете, например, кулинарный техникум какой-то, то поступить, например, на основании внутренних вступительных экзаменов на философию вы уже не сможете. То есть, вам нужно будет обязательно сдавать ЕГЭ и так далее. Но при этом, если вы заканчиваете, например, техникум по издательскому делу, то вы имеете право выбора, либо вы сдаете ЕГЭ по русскому языку и литературе, либо вы сдаете внутри в университете внутренние, вернее, вступительные испытания по тем же предметам по русскому языку и по литературе. Но если они поступают только? Если они поступают на журналистику и телевидение. Интересно. Что ж, продолжаем. На каких направлениях у студентов есть практика во время учебы? Наверное, я отвечу, да? Ну, наше. Безусловно, на всех направлениях, начиная с самого первого курса. Это обязательная часть федеральных государственных образовательных стандартов. И практика у всех направлений подготовки, она, ну, фактически имеет два ключевых вида, два ключевых типа. Это учебная практика, которая практически всегда проводится на базе университета и практически на всех направлениях подготовки. И производственная практика на более старших курсах. И здесь, в зависимости от направления подготовки, студенты, как правило, направляются на практику в профильные организации, организации работодателей и проходят практику там. Более того, ну, вот сейчас мы с вами находимся в студии замечательной. Это часть нашего универ-ТВ, нашего канала. И, соответственно, например, ребята, которые обучаются у нас на направлениях журналистика и телевидения, они проходят практику непосредственно здесь, имея в полном доступе в самое современное оборудование. То есть здесь мы их обучаем уже, так сказать, со студенческой скамьи всем основам производственного процесса. То есть от начала, скажем так, создания каких-то видеоматериалов до окончательного результата, до окончательного продукта. То есть до создания тех же, например, телепередач, где студенты у нас непосредственно в этом процессе участвуют. Вконтакте у нас прилетает вопрос, довольно-таки интересно, эту тему уже давно никто не поднимает. Мы поднимем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, абитуриент обязан, абитуриент обязательно должен быть вакцинирован от ковида? На фоне последних новостей особенно интересен вопрос. В качестве обязательного и необходимого, безусловно, мы этого не требуем, но вакцинация это все-таки ваша личная безопасность. Потому что вы же понимаете, что вы находитесь в большом скоплении людей, вы находитесь в больших аудиториях. В университете обучается порядка 50 тысяч студентов, которые приезжают из совершенно разных уголков и страны, и других государств. То есть, в принципе, для личной безопасности, конечно, мы рекомендуем и мы поддерживаем вакцинацию студентов, но, безусловно, это не обязательная процедура. Да, вчерашним распоряжением наш республиканский Роспотребнадзор отменил обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Но Екатерина Валерьевна права, мы справились с очередной волной, но не дай бог, что... Стоит поберечься. Да, врачи, медики говорят, что те, кто вакцинировался от прежних штаммов, имеют гораздо больше шансов легко перенести новую четвертую волну, как она там, стелс, что ли, называется. Поэтому не стоит пренебрегать вакцинацией. Ну, она, кстати, и не была жесткой обязательной, потому что нельзя забывать, что значительная часть абитуриентов – это 17-летние люди, да, то есть они еще в возрасте, когда их можно обязать, даже если очень захотеть. То есть, что не находишься. Согласия родителей. Да, то есть тут, ну вот, действительно, надо просто о себе подумать, потому что ты приходишь в аудиторию, где люди с разных концов земли съезжаются учиться, и, ну, разные ситуации в разных странах, да, с эпидемией. И с целью безопасности было бы неплохо. Хорошо. Поехали дальше по вопросам. Магистратура у нас на очереди. Когда начинается прием документов в магистратуру, есть ли бюджет на магистратуре? Точно так же, как и для ребят, поступающих на бакалавриат, основная волна приема заявлений начинается у нас 20 июня. Бюджетные места, вообще традиционно у нас больше, с каждым годом все больше и больше количества мест бюджетных выделяется именно на уровень подготовки магистратуры. И если вы ознакомитесь с планом приемов, вы заметите, что все направления подготовки, которые реализуются у нас в институте, они обеспечены бюджетными местами. То есть, да, конечно, добро пожаловать. Есть ли у вас экскурсии для старшеклассников? Ну, в силу эпидемиологической традиционной ситуации, мы вот последние два года, к сожалению, такие экскурсии в массовом формате не проводим. А сейчас, насколько вот происходит, да, у нас все события, связанные с отменом, там, допустим, частично каких-то эпидемиологических послаблений, да, все это у нас происходит. Конечно, мы очень хотим возобновить процедуры и проведение экскурсий для школьников, но не уверена, что в этом вот конкретно учебном году у нас это получится. Ближайшее массовое оффлайн традиционное мероприятие, что мы планируем, это день открытых дверей, который запланирован на 26 марта. И, безусловно, в этот день вы сможете и прийти, и ознакомиться с направлениями подготовки подробной института. Непосредственно сможете побеседовать с руководителями образовательных программ. Вы сможете посетить кампус университета. То есть наиболее благоприятное время для очной встречи на сегодняшний день, это, конечно, наш ближайший день открытых дверей, поэтому, пожалуйста, приходите, мы будем очень рады вам все показать. И даже прослушать, посмотреть концертную программу, которую наши студенты для будущих студентов 26 марта выставят. Ну, можно и про запись тогда упомянуть, про студенческую весну, тоже хороший концерт. Да, кстати говоря, артисты у нас неплохие. Еще один вопрос из ВКонтакте. Участие в каких Олимпиадах и победа на каких этапах муниципальный, региональный и всероссийский учитывается при поступлении? Перечень Олимпиад школьников, за которые назначаются так называемые баллы за индивидуальные достижения, он опубликован в рамках правил приема в Казанский университет. Пожалуйста, ознакомьтесь, сейчас перечислять все их совершенно нецелесообразно. Безусловно, это всероссийский этап межрегиональной предметной Олимпиады, которые в том числе проводятся университетом. И перечневые Олимпиады для школьников, которые опубликованы у нас на сайте Минобра. То есть весь этот перечень, безусловно, дает вам право на получение дополнительных баллов к результатам ваших ЕГЭ. Ранее мы с вами говорили о количестве бюджетных мест и пересмотре цели оплаты. Теперь вопрос более конкретно у нас звучит. Подскажите, пожалуйста, стоимость обучения и проходной балл, в скобочках, платное отделение на специальная журналистика? По прошлому году, мы, наверное, говорим о бакалавриате, да, сейчас? Да, бакалавриате. 148 тысяч – это стоимость обучения в год. По поводу проходных баллов на платное обучение, сейчас, минуточку. Смотрите, вообще проходной балл, он формируется на основании конкурса, который мы сейчас прогнозировать, безусловно, не можем. Мы можем ориентироваться на результаты прошлого года, то есть плюс-минус где-то вот в этом порядке вы можете, соответственно, ориентироваться. Если мы говорим о контрактном обучении, то порядка 180 баллов за три экзамена – это более-менее средний такой результат по поступающим на это направление. Меньше вам, во-первых, самим будет сложно учиться, потому что, как правило, ребята с меньшими баллами, даже если они поступают на платное обучение, они очень скоро, к сожалению, отчисляются за академическую неуспеваемость. Обратите, пожалуйста, внимание. Теперь по обучению. Как проходит обучение на очно-заочной и заочной форме обучения? Очно-заочная или традиционно вечерняя форма обучения в нашем институте не реализуется. У нас есть либо очная форма обучения, то есть это полная занятость, шестидневная рабочая неделя для студентов, либо заочная форма обучения, когда мы вызываем студентов на сессию два раза в год, а сессия проводится по месяцу, это, как правило, январь, ну, январь-февраль, либо май-июнь. Это два семестра, и на этот период мы приглашаем наших студентов для прослушивания лекций, проведения семинарских занятий. И здесь же они сдают, собственно, саму сессию, то есть зачеты и экзамены. Могу ли я поступить после техникума с ольготой сироты, сдав вступительные испытания? Вот такой вопрос у нас еще есть. Здесь зависит от того, на какое направление вы планируете поступать и какое профильное образование вы будете иметь. Откройте, пожалуйста, план приема. В плане приема четко указано, например, если вас интересует, не знаю, направление журналистика, вы смотрите, какое профильное образование предыдущее, профессиональное, должно соответствовать тому, чтобы вы имели возможность сдать внутренние вступительные. Если оно совпадает, соответственно, сдаете внутренние. Если нет, то, конечно, нужно сдавать ЕГЭ. Ну здесь, скорее всего, акцент на льготу сироты имеется в виду. То есть мы уже с вами обсуждали этот момент, то, что из техникума именно определенных, например, издательское дело или что-то подобное, вот здесь, наверное, делается упор на льготу сироты. То есть в данном случае тоже так должно быть? На общих основаниях, да. Единственная возможность выбора в любом случае у нас имеют только ребята с ограниченными возможностями здоровья, это инвалиды первой и второй группы, они точно так же традиционно, как ЕГЭ могут сдавать, так и внутренне вступительные, вне зависимости совершенно от направления подготовки. Если ребята, которые относятся к другой льготной категории, в данном случае сирота, то здесь нужно смотреть профильность образования. На каких направлениях учатся иностранцы? Не сложно ли им учиться? На всех направлениях. Это да. А сложно им учиться? Зависит от иностранца, да? Зависит от многих факторов. Безусловно, самый главный фактор – это языковой барьер. То есть если иностранные граждане достаточно неплохо владеют русским языком, изначально, уже при поступлении, то, конечно, они очень быстро вливаются в коллектив, в языковую среду в том числе. И у нас есть действительно очень хорошие студенты, которые, несмотря на то, что являются гражданами даже дальнего зарубежья, они очень хорошо обучаются и являются очень активными ребятами и отличниками, и в науке они продвигают, и общественной деятельностью занимаются. Вот. Этот момент, безусловно, есть. Если ребята, которые приходят с изначально не очень высоким уровнем знания языковым, в первую очередь, конечно, им сложно воспринимать не просто русскую речь, да, это же профильные предметы, это специализированные термины, это сложная логика изложения материала, то, конечно, они испытывают определенные сложности. И здесь уже, конечно, зависит непосредственно от самого студента. То есть если он очень хочет, то он очень быстро осваивает язык. В ускоренном формате, в ускоренном режиме. Да. Теперь поговорим о внеучебной деятельности. Все про прием, про учебу. Вот чем студенты будут заниматься, помимо самой учебы? Какой внеучебной деятельностью творчества, спорт могут заниматься ваши студенты? Какие возможности для этого есть? Мне ответить. Ну, я могу сказать, что особенностью нашего института, это не для красного словца, является, я думаю, один из самых высоких рейтингов общественно-политической, творческой, самодеятельной активности. Представители института неоднократно занимали самые высокие места в российских окружных, республиканских конкурсах, на лучшего студента года, на лучший студенческий совет и так далее и тому подобное. Здесь практически даже не хватит времени, чтобы перечислить, чем может заниматься студент нашего института в неучебное время. Это огромное число самодеятельных художественных коллектив под эгидой нашего комплекса «Уникс». Это свыше десятка клубов интеллектуальных, от философских до медийных, журналистских. Это участие в волонтерском движении. Это очень много мероприятий любого уровня – университетского, республиканского, окружного, российского, международного, который, если они касаются университета, обязательно включает участие наших замечательных студентов. Ну, вот Екатерина Валерьевна может что-то добавить еще. Ну, пожалуй, да. Конечно, сейчас описывать все направления совершенно бессмысленно. На самом деле у нас очень хороший, очень работающий орган студенческого самоуправления на сегодняшний день наш студенческий совет, который состоит из более десятка комитетов профильных. И, безусловно, ребята-активисты, которые развивают эту деятельность, начиная от спортивной, культмассовой, общественной, волонтерской, научной и так далее, и так далее. То есть, если есть желание у студента, он всегда может войти в тот или иной коллектив, он всегда может заниматься той сферой внеучебной деятельности, которая ему интересна, которая ему действительно комфортна развиваться. И, безусловно, мы поддерживаем всячески со стороны администрации института любые начинания студенческие, просто потому даже, что это очень хорошие навыки, которые студенты получают. Это навыки организационные, это навыки коммуникативные, это навыки так или иначе выстраивания определенных независимых каких-то групп, которые достигают очень хороших результатов. И, безусловно, эти навыки очень нужны и важны, особенно гуманитариям, а для дальнейшей профессиональной деятельности. Я добавлю, что это не просто навыки, это компетенции, которые зачастую предлагают студенту, если он их осваивает в общественной работе. Даже новую профессиональную траекторию не всегда может быть связана непосредственно с получаемой специальностью. И можно просто десятками перечислять случаи, когда наши выпускники работают в области молодежной политики, в министерстве молодежи, в различных общественных объединениях, в творческих коллективах и так далее. И это все благодаря активности. Вот, Леонид Григорьевич не даст соврать, вот, Валентин Юшко, допустим. Ну, нет, вот я хотел буквально добавить один штрих. Действительно, вот тот случай, где институт может это говорить бесконечно, на этот вопрос отвечать, потому что есть просто феноменальный, на мой взгляд, результат. Смотрите, по-моему, если не ошибаюсь, пять лет подряд федеральный уровень, Российская Федерация определяет лучшего студента России, лучшего студента года. Вот из пяти, два лучших студента года, это выпускники направления бакалавриата института. Представляете, вот, то есть, по всей России, из пяти, два учились в этом институте. То есть, это результат уже такой, который не мы себе, как бы, да, видим и рисуем, что называется, а тот, который признан на самом высоком уровне, в самой жесточайшей борьбе, конкурсной борьбе не самых слабых ребят России. Глядя на эти имена, сразу хочется сказать, что приятно то, что с одним из них я учился в одной группе, с другим из них работал вместе на одной программе. Поэтому я, наверное, подытожу. Поступайте в институт социально-философскую и массовую коммуникацию, становитесь студентами года Российской Федерации. Как минимум мы это уже два раза из пяти сумели сделать. Коллеги, у нас вопросы на этом подошли к концу. Если есть что добавить, то предлагаю добавить. Я хочу пару слов в заключение. Да, пожалуйста. Значит, полагаю, что мои коллеги, и в первую очередь Екатерина Валерьевна, дали самую актуальную информацию по злободневным вопросам аудитории. Я хочу в заключение сказать о другом. Уважаемые друзья, все мы чувствуем и видим непростую международную обстановку сегодня. И должен заметить вам, что, как бы ни складывались здесь события, Казанский университет, Республика Татарстан всегда остается очагом стабильности, спокойствия, дружелюбия ко всем, кто приезжает к нам, и из других субъектов Российской Федерации, и особенно из-за границы, ближнего и дальнего зарубежья. Я хочу развеять иногда встречающиеся слухи о том, что здесь неспокойно, что здесь бывают какие-то проявления недружелюбного отношения к нашим иностранным молодым людям. Все это не более чем фейки. Университет всегда выполнял, выполняет и будет выполнять свои обязательства перед студентами. Неважно, приедут они с Сахалина или из Калининграда, из Киргизстана или Узбекистана, из Индонезии или из Китая. Они получат здесь, как говорится, по полной программе все, что они хотели, и им создадут максимально комфортные условия, несмотря на известные тяготы и сложности, которые сегодня испытывает страна, для того, чтобы они нормально завершили свой учебный процесс, а, возможно, двигались дальше в магистратуру, в аспирантуру, а некоторые даже со временем приходят к нам работать в качестве преподавателей. Поэтому милости просим в Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Ну, здесь, по-моему, добавить уже нечего, да? Можно закругляться. Коллеги, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Надеемся, еще раз с вами встретимся в рамках нашей программы. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Удачи, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова